Здравствуйте! В эфире новости Тагилл ТВ в студии Екатерина Рид. Сегодня в нашем выпуске. Полиция наведалась в загородный лагерь Лесной ручеек. На футбольном поле выступил специальный гость-пес по кличке Арес. Совершился отборочный этап конкурса «Король поэтов». Участники читали произведения собственного сочинения. «В здоровом теле здоровый дух» – это название второго городского фестиваля спорта, посвященного году семьи. Он прошел в поселке Уралец. Внимание автоводителей! С 10 часов вечера 9 июля и до 6 часов утра 12 июля включительно будет затруднен проезд по улице Балакинская. На железнодорожном переезде будут вестись ремонтные работы, поэтому движение будет осуществляться реверсивным образом по одной полосе. Во избежание недоразумений госавтоинспекция просит автомобилистов заранее спланировать маршруты своего движения с учетом указанных ограничений. Полиция в детском лагере Лесной ручеек. Зачем в загородную здравницу приехали блюстители порядка и почему привезли служебную собаку, знает Полина Конышева. На футбольном поле в детском здравительном лагере Лесной ручеек специальный гость. Пес по кличке РС. Он послушно выполняет команды опытного кинолога. В летний период оздоровительного детского лагеря постоянно посещаем по просьбам руководства этих лагерей, либо нашего отдела по делам свершеннолетних. Это у нас уже, наверное, третий выезд за этот сезон. Выезжаем, демонстрируем все, на что способны собаки, скажем так. Способности Ореса вызывают восторг у подростков. Они делятся своими эмоциями после такого представления. Мне очень понравилось, когда собака выполняла всякие команды, прыгала, бегала. Я очень люблю животных, я просто без ума от собак. Конечно, я просто в восторге была, когда узнала, что будет дрессированная собака, и можно будет посмотреть, как они в принципе работают. Мне очень понравилось, когда собака выполняла команды. Впрочем, в этот день для ребят устроили не только зрелище. Был серьезный разговор о правилах безопасности в различных жизненных ситуациях. Я бы не сказала, что это лекция. Я бы хотела, чтобы это было больше как беседа, потому что вопросов-то было больше у детей. Я постаралась ответить на все вопросы, которые детей интересовали. О безопасности при перемещении на автомобиле вопросы были. Со скольки лет можно перемещаться на переднем сиденье в бустере, без бустера. По профессии вопросы, стоит ли идти в полицию. Такие встречи помогают детям узнать больше о работе полиции, а также заинтересовать службой в ее рядах. Общение проходит в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом». Спрашивают, скажите, пожалуйста, я вот школу закончу, как можно устроиться на работу в полиции? И пусть у него потом эти мысли и поменяются, может, и не один раз. Но это говорит о том, что детишки наши прекрасные. Они думают, самостоятельно думают, да такие даже вопросы задают. Всероссийская акция «Каникулы с общественным советом» проводится с целью организации детского и подросткового досуга в период летних каникул. Сбил пешехода на переходе в Дзержинском районе на улице Юности под колесами автомобиля пострадал мужчина. Сотрудниками госавтоинспекции установлено, что мужчина 1953 года рождения, управляя автомобилем «Волга», допустил наезд на мужчину 1948 года рождения, переходящим в проезжую часть по нерегулированному пешеходному переходу, справа налево по полу движения транспортного средства. В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина-пешеход получил травмы различной степени тяжести, доставлен в медицинскую организацию. По факту ДТП водитель пояснил, что когда подъехал к пешеходному переходу, то не заметил пожилого человека из-за солнца. Со слов пострадавшего он посмотрел по сторонам, убедился, что транспортные средства останавливаются и начал переходить в проезжую часть. В этот момент и произошел наезд. Водитель автомобиля привлечен к административной ответственности за непредоставление преимущества пешеходу. Мужчина освидетельствован на состоянии опьянения. Трезв. То, о чем хочешь, но не можешь сказать напрямую, завершился отборочный этап конкурса «Король поэтов». Участники читали произведения собственного сочинения. Члены жюри, в числе которых была и редактор телекомпании «Тагил ТВ» Анна Дик, выбрали 10 авторов, которые вышли в финал. Жаль, тонко, сердцу в груди неметровой тесно, Жаром объятые в облаке слов, Идет войной оно на последний престол. Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных чечцов «Русская классика» Выпускник политехнической гимназии Абитуриент Театрального института. Впервые Алексей Ткачев выступает с произведением собственного сочинения перед большой публикой. До этого писал, что называется, в ящик. Для меня поэзия – это отдушина, это такой мой внутренний мирок, в котором я могу ненадолго забыться, уйти от своих каких-то внешних проблем. В особенности я предпочитаю читать поэзию, когда нахожусь вне дома. То есть для меня поэзия – это как бы возвращение на родину, это какие-то воспоминания о школе, о доме, о друзьях, о товарищах, о учителях. А это самая юная участница сегодняшнего конкурса. Юлии Макушиной, 16 лет. Ты как сон немного, Юля. Ты как песня о любви. Ты как звезды в ночном небе. Ты как летние цветы. В роли муза ты бесценна. Это попрошу. Не лезть. Просто чуть сложнее спасибо, что там жизнь моя есть. Юлия Макушина мечтает пойти по стопам родителей и стать учителем физики. Но сочнение стихотворений, а тем более о любви, говорит, все равно никогда не бросит. Где-то в 13 лет у меня появилось первое стихотворение. Оно было о бабушке, но оно, к сожалению, потерялось. Я его так и не нашла. Поэтому первым стихотворением своим, я считаю, нас было трое «Он, она, я». Это название стихотворения про двух моих лучших друзей, с которыми мы сейчас не общаемся, потому что пути разошлись. А поэзия в моей жизни играет значительную роль, потому что это не просто хобби, это уже как образ жизни. То, о чем хочешь, но не можешь сказать напрямую. О природе, любви, событиях, происходящих в обществе. Конкурс «Король поэтов» состоит из трех этапов. Первый был заочным, второй сегодня на сцене. Третий пройдет в сентябре. «Король поэтов» — это нечто такое большее, чем всегда. Обычно у нас проходят просто состязания, конкурсы, литературные какие-то вечера. А здесь мы решили сделать какую-то долгоиграющую битву, которая, может быть, расставит какие-то точки, а может быть, нет. Но все-таки мы определим главное звание этого года. Это будет неким таким итогом нашей долгой истории, восьмилетней. Мы хотим узнать все-таки, а кто же тогда «Король поэтов»? На первый этап конкурса «Король поэтов» было подано около 30 заявок. Сегодня перед членами жюри выступили 17 человек. Оценивали смысловое наполнение, оригинальность и ритмичность. Мне кажется, что это очень классный проект и очень здорово, что в Нижнем Тагиле проводятся такие мероприятия именно для поэтов, потому что я считаю, что их очень мало проводится и могло бы проводиться больше. О себе могу сказать, что я не прямо уж какой-то фанат поэзии, но тем не менее иногда люблю почитать книжку, иногда это что-то поэтическое. Поэтому буду прислушиваться сегодня к своим чувствам, что йокнет больше, то и будет победителем, по крайней мере, для меня. Финал конкурса «Король поэтов» прошло 10 человек. Обладателя титула определят в сентябре. «В здоровом теле – здоровый дух» – это название второго городского фестиваля спорта, посвященного Году семьи. Его провели в поселке Ураль, на площадке школы номер 9. С него началась череда мероприятий к 188-летию поселка. Провести выходной день с пользой для здоровья. Более 100 участников всех возрастов собрались в поселке Уралец на фестивале спорта «В здоровом теле – здоровый дух». В этом году спортивный праздник проходил во второй раз. Место для его проведения выбрали побольше – площадка школы номер 9. «В этом году намного больше участников. С погодой повезло. Солнечно, но ветерок, поэтому не жарко. Обеспечен питьевой режим. Судейская бригада готова, заряжена. Судя по активности населения, всем очень нравится. Я надеюсь, что и высокие результаты покажут, потому что некоторые явно, видно, люди подготовленные». От имени Владислава Пинаева всех сторонников активного образа жизни приветствовал заместитель главы администрации города по финансовой и экономической политике Алексей Бурдилов. «Мы сегодня проводим вот это мероприятие в целях именно популяризации спорта, в целях, ну на самом деле сказать, что спорт – это норма жизни. И наша задача для этого создавать все необходимые условия. Это и проведение вот таких подобных мероприятий, это и создание спортивных площадок, что в поселке Уральца ожидается. Поэтому хорошо, что у нас здесь много, много детей. И я думаю, что от мероприятия все получат удовольствие». В год семьи и спортивные дисциплины – семейные. Маленькие и взрослые участники фестиваля из Уральца, Усть-Утки, Весима-Уткинска, Чащина, Покровская-1 и Нижнего Тагила ставили личные и командные рекорды в дартсе, прыжках в длину, шашках, перетягивании каната, площадке «Иду на рекорд», открытой тренировке по скандинавской ходьбе и семейной эстафете. «Мы сами из города Нижнего Тагила. Мы поддерживаем всех жителей нашего пригорода, в том числе Чащина, Сима-Утка, Уралец. Мы принимаем уже участие второй год, переезжаем. Нам очень нравится». «Занимали какое-то место в прошлом году?» «Да». «В прошлый год мы заняли и первое, и второе место, как в семейном зачете, так и в одиночном. Поэтому спорт – это норма жизни. Зимой наш любимый вид спорта – это коньки. Лето – это некая пробежка, велоспорт». «Мы приехали из города Нижний Тагил. Стараемся участвовать во всех мероприятиях. В соцсетях супруга увидела. «Получи второй медаль». «Да, дочка вот уже успела поучаствовать и получила медаль. На самокате проехалась». «А вообще вне таких мероприятий, каким-то спортом вы занимаетесь всей семьей?» «Беговые лыжи. Папа у нас катается на сноуборде. Мы его поддерживаем». «А я, а я, кафе на лыжах». Спортивное состязание «В здоровом теле. Здоровый дух» проходило в Уральце в День поселка и дало старт череде праздничных мероприятий к 188-летию сельского населенного пункта. Целых два юбилея 70-летия Новоуральской и 75-летия Уральского электрохимического комбината отметили в прошедшую субботу. По закрытому городу с богатой историей для журналистов области был организован пресс-тур, в котором участвовала и съемочная группа нашей телекомпании. Репортаж об инновационных промышленных технологиях, культурных программах, новых методах образования и о том, как привлечь внимание детей в общем жизни города с крупнейшим в мире предприятием по обогащению урана смотрите в ближайшую пятницу. О тенденциях в экономике города, исполнении бюджета за полгода и развитии сельских населенных пунктов Нижнего Тагила пойдет разговор в программе «Актуальная тема». Кость в студии заместитель главы администрации города по финансовой и экономической политике Алексей Бурдилов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова